Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля, сегодня мы с вами будем обсуждать бюджетную косметику бренда Vivienne Sabo. Тот, кто меня давно смотрит, тот знает, что два моих любимых бюджетных бренда это Evelyn и Vivienne Sabo, так что я безумно рада сегодня делать это видео. Некоторыми средствами я пользуюсь уже полгода, а то и год, некоторые являются своими очень давними фаворитами, а некоторые я совсем недавно для себя открыла. Так что, если это видео вам интересно, то продолжайте смотреть и поехали. А давайте, пожалуй, начнем с маркеров для бровей, потому что для меня они были самым интересным и самым желанным в последнее время. Это два вот таких вот маркера в желтом оформлении, всего два оттенка, это 0.1 для более светлых девушек и 0.2 для темненьких девушек. Данные маркеры примечательны, во-первых, тем, что здесь кисть, это не фетр, здесь действительно аппликатор в виде кисточки. Данные маркеры делают очень тоненькие, очень красивые и полупрозрачные линии, за счет чего получаются крайне натуральные брови. Даже на моих крайне странных бровях получается прорисовать волоски. Брови у меня, повторяюсь, если вы впервые на моем канале, рассказываю, брови у меня ужасные. У меня, ну, перещипанные брови, на которых не растут волоски в некоторых местах. Также было несколько татуажей, в связи с чем кожа достаточно рыхлая, и рисовать волоски карандашом, помадкой или чем-либо другим крайне сложно. Именно из-за рыхлости. Единственная вещь, которая реально рисует волоски, это маркеры, поэтому я их, в общем-то, так и люблю. Вот эти маркеры тоже рисуют прекрасные волоски, они полупрозрачные, выходят очень натуральный результат, и все бы классно, но! Есть одно большое но, достаточно быстро маркеры начали, скажем так, заканчиваться. Я обычно рисовала светленьким маркером просто форму, то есть заполняла все пустоты, скажем так, и маркером потемнее я потом уже прорисовывала отдельные волоски, там, где волосы у меня не растут, в общем-то, на тех самых проплешинах, в общем, чтобы создать дополнительный объем. И тогда брови выходили самыми симпатичными и самыми, скажем так, натуральными. И, соответственно, светлый маркер использовался у меня чаще всего, и уже неделю как, а то и полторы он не очень хорошо рисует, он уже стал не такой пигментированный, и приходится проводить всякие шаманские ритуалы, чтобы его реанимировать. То есть я его трясу, храню колпачком вниз, что-то еще делаю, чтобы он начал работать. Сегодня он соизволил заработать, это хорошо, но я так предполагаю, что срок жизни у него, конечно, долго не продлится. И так как второй маркер я использовала реже, он сейчас, в общем-то, хорошо работает, но предполагаю, что судьба его постигнет точно такая же. Если бы не этот один единственный минус, я бы сказала то, что это лучше, чем мои любимые маркеры Lime Crime. Но, к сожалению, вот такой вот у них недостаток. Во всем остальном маркеры прекрасные, шикарные, и, скорее всего, когда они у меня полностью закончатся, я их приобрету. Дальше давайте поговорим про тональные средства, и у меня здесь аж три тональные основы. Во-первых, у меня здесь вот такая основа Lumiere Naturelle, дальше знаменитый всеми Shaka Shaka, причем у меня не один оттенок, а целых три, два из которых я покупала, в общем-то, сама, и один мне предоставил бренд. И третья тональная основа вот такая Matt Matin. Она называется, и, естественно, она матирует. Спасибо, Кэп. В общем, что хочу сказать. Данные тональные основы созданы, скажем так, для разных случаев, но, скорее всего, для одной и той же кожи, то есть для одного и того же типа кожи. Вот такая вот тональная основа Lumiere Naturelle, она, скажем так, представляет собой, скорее, тональный флюид. Она очень легенькая, здесь вот такая помпа, и здесь очень-очень много светоотражающих частичек. Вот посмотрите даже сейчас, как она на руке сияет. Это сияющее, скажем так, флюидообразное, господи, что я говорю, наверное, сейчас меня закидает. В общем, это своего рода флюид тональный, который дает минимальное покрытие, совсем капелюшечку, но которое при этом очень красиво подсвечивает кожу. Главный недостаток не подойдет сухой коже. Если кожа сухая, если есть шелушение, то шелушение подчеркнуться. Во всем остальном эта тональная основа очень даже прикольная, хорошо лежит на коже, не создает эффект маски, вообще не чувствуется на коже. И это своего рода, скажем так, отличная тональная основа на лето, когда не хочется тяжелого макияжа. Шака-шака. Я думаю, вы уже от меня слышали про эту тональную основу. Я ее хвалила уже не знаю сколько раз. Уже год, наверное, я рассказываю вам об этой тональной основе. Как я уже говорила, у меня здесь аж целых три оттенка. Первый, второй и четвертый. Четвертый я дала маме, потому что мне он темноват. А первый и второй мне, в общем-то, прекрасно подходят. Минус у данной тональной основы заключается в том, что, во-первых, она тоже не очень хорошо работает на сухой коже. И второй минус, она окисляется. То есть она будет чуть-чуть темнее. И если вы думаете, какой же тон взять посветлее, потемнее, лучше возьмите посветлее. Данная тональная основа является одной из моих самых любимых в данный момент. Не зря я ей пою оды уже год, понимаете? Она вот такая жиденькая, как водичка. Она невероятно легкой консистенции, как вы понимаете, потому что подобного рода текстуры не бывают тяжелыми. Она очень легко распределяется. Она действительно выравнивает тон кожи. Конечно, она не скроет серьезные недостатки. Она не скроет прыщей, купероз. В общем, вы поняли. Но общий тон кожи, если он у вас тусклый, или если вы не выспались, если есть какие-то маленькие, какие-то покраснения, она все скроет. И при этом она также дает очень красивый подсвечивающий финиш. Вы не будете блестеть, как блин на масленице. Это скорее натуральный финиш, не матовый, но и с небольшим таким сиянием натуральной, естественной, здоровой кожи. За это мне данная тональная основа очень понравилась. И третья тональная основа, которую я до этого не пробовала, это мат матин. Очень интересная тональная основа. У меня она идет в оттенке 03, и, как ни удивительно, она матирует. У нее уже обычная знакомая нам консистенция, вот такая кремообразная. Сама тональная основа достаточно легкая, она не плотная, но у нее средняя плотность покрытия даже с претензией на плотное. Я вам покажу, как я ее сегодня наносила. Пожалуйста, не пугайтесь внешнего вида моей кожи. Мне самой, честно говоря, плакать хочется, когда я смотрю на себя сейчас в зеркало. Не понимаю, что происходит, почему у меня такой ужас на лице в последнее время творится. Но посмотрите на то, как мощно она все скрыла. Просто безумная, потрясающая степень покрытия. И при этом данный тон не ощущается маской. Под ним кожа дышит. Тебе не жарко с ним, тебе неплохо с ним. Он не укатывается. Он буквально перекрывает одним легким движением кисточки все воспаления, все покраснения. Выравнивает тон и при этом кожа действительно матовая, ровная и бархатистая. Этой тональной основы не видно совершенно на коже. Она нигде не залипает, не проваливается ни в какие, ни в морщинки, ни в порки. В общем, выглядит она очень-очень круто. Но она также, как и предыдущие тональные основы, не будет дружить с сухой кожей. В общем, не для сухой кожи, но в остальном очень и очень круто. Если вы ищете что-то бюджетное, но очень кроющее, не лежащее, как маска, при этом самофиксирующиеся, при этом даже самофиксирующиеся, то вот. Матматин очень классная тональная основа. Я, честно говоря, не понимаю, почему о ней никто не говорит. Дальше давайте поговорим про две палетки для лица и потом уже перейдем к палеткам для глаз. У меня здесь две палетки. Первая палетка это Blush Naturel, то есть палетка румян. И вторая Glor de Amour, надеюсь, правильно произнесла, палетка хайлайтеров. Обе палетки объединяет их упаковка. Она вот такая лаконичная, симпатичная, обтекаемой формы, не занимает много места ни в одной косметичке. Но эта упаковка очень-очень дешманская. Чувствуется, что это очень тонкий и хлипкий пластик. Если вас это не заботит, то как бы не страшно. Но лично меня, конечно, порой немножечко подбешивает эта упаковка. И также румяна у меня очень плохо открываются. Иногда можно сломать себе ногти, откровенно говоря. Но внутри продукты находятся очень интересные. Два хайлайтера очень красивые. Они невероятно яркие. Это не что-то нежное-принежное, незаметное, какое-то подсвечивание. Нет, это прямо-таки бомба, какие хайлайтеры. Ты их наносишь и вах, у тебя на лице просто звезда. У тебя свет исходит из лица во все стороны. Сначала заходит в комнату хайлайтер, потом заходите вы. Вот такие эти хайлайтеры. Они совсем чуть-чуть подчеркивают текстуру кожи, но на самом деле это не критично. Я пробовала множество других хайлайтеров, которые сидели на коже гораздо хуже, чем эти. В общем, если вас не смущает упаковка, и если вы ищете яркий хайлайтер, то я бы сказала, что это прямое попадание в цель. Вот с румянами все немного сложнее. У меня это оттенок 03, и здесь оттенок 1 это рыженький такой сияющий, красивый, и второй темный, больше похожий на матовый. Скорее всего, этот оттенок можно использовать как бронзер, я, честно говоря, не пробовала. А вот левый оттенок, он уже с небольшим сиянием, и это очень красивые персиково-рыжие румяна. Они вот сейчас у меня нанесены на лице, и можно даже видеть в этих районах, в районе щечек, яблочек, видно сияние. Да, это сияние от румян. Очень интересные румяна, если вы ищете максимально бюджетные румяна с небольшим сиянием, то это они. Они смотрятся классно. Но не могу сказать, что у меня рука к ним часто тянется, потому что у меня есть Мелани и Люминос. Мелани и Люминос в этом плане чуть получше, потому что они менее кирпично-желто-рыжие. У вот этих румян порой смотришь и видишь именно рыжину. У Мелани ты видишь не столько рыжину, сколько какой-то персик и загар. Но я бы сказала то, что в целом и общем эти румяна очень-очень похожи на Мелани и Люминос. Постараюсь не забыть ставить сравнительный сводч. Если ищете румяна рублей за 200, то почему нет? И раз уж обещала, теперь давайте поговорим о палетках теней. Первая палетка вот такая в черном оформлении, нюдовая, повседневная, называется Supernatural. И вторая палетка в синем ярком оформлении, Less Pants. Честно говоря, мне очень трудно будет сейчас говорить об этих палетках, поэтому давайте я скажу без приукрас, честно и как есть. Одна палетка мне не понравилась, совсем не понравилась. Вторая палетка, наоборот, оказалась очень даже классной. Честно говоря, я ничего не ожидала от этих палеток, я думала то, что ну какие-то они не очень. Я еще видела когда-то давным-давно обзор Олера Тотум, которая тоже, скажем так, не расплылась в больших хвалебных отзывах. Не то, чтобы Олера Тотум для меня являлась гуру мнения, но в чем-то с ней можно согласиться. Но одна палетка действительно оказалась очень классной, которая превзошла мои ожидания, а вторая не очень. Давайте, пожалуй, начнем с плохого, чтобы, скажем так, потом перекрыть плохие воспоминания хорошими. В палетке повседневные Supernatural очень красивые повседневные цвета. Вы посмотрите, какая она хорошенькая. Вот кажется, бери и красься ею каждый день. Но реально классные повседневные цвета. Есть выбор матовых, есть темный, есть розовый, есть какой-то более пудрово-рыженький, есть даже синий. Ну классно, но темно-коричневый, к сожалению, плохой пигментации. От него не добьешься особенного затемнения, кроме того, он еще и пылит. А вот эти красивейшие шиммеры, которые, казалось бы, опять-таки были бы идеальны на повседневную основу, они достаточно сухие и очень плохо переносятся. На сводче мне пришлось их наслаивать несколько раз. Чтобы нанести их на глаза, это нужно очень постараться, и при этом выйдет у вас что-то мега полупрозрачное. Я понимаю, что полупрозрачные макияжи это тоже хорошо, и я тоже такие делаю, вы не поверите. Но все же хотелось бы, чтобы палетка с полупрозрачными тенями, повседневными тенями работала хорошо, и чтобы у нее была какая-то отдача, чтобы вы видели, что вы делаете, чтобы вы контролировали эту полупрозрачность. Здесь же вы ничего не контролируете, здесь вы складываете пальцы крестиком и надеетесь то, что оно сработает. Поэтому, к сожалению, не могу похвалить эту палетку, хотя гамма ее просто потрясающая. А вот вторая палетка синяя меня очень и очень удивила. Я рассчитывала на то, что она не будет такой классной, потому что такие цвета далеко не у всех выходят. Но я очень сильно удивилась качеству этой палетки. Во-первых, кажется то, что гамма яркая. На самом деле гамма очень разная, и данная палетка подойдет как для повседневных макияжей, так и для ярких. Если закрыть вот буквально вот эти оттенки, то останется очень даже повседневная гамма. У нас есть светлые для тушевки, у нас есть более холодный, вот такой вот сиреневый. Очень, кстати, классный оттенок, матовый сиреневый. Господи, Vivienne Sabo, спасибо! Это действительно крутой оттенок, который не часто встречается. У нас есть вот такой вот бордовый темный, который очень хорошо наслаивается, который вообще не плешивит, который никак не конфликтует с другими оттенками. Просто волшебный бордовый оттенок. Черный оттенок, признаюсь, я особо не юзала, поэтому про него ничего сказать не могу. И сияшки. Вот про сияшки стоит поговорить отдельно. Это действительно очень крутые сияшки. Они все в немного разной формуле, они не одинаковые. Мне здесь нравится, пожалуй, больше всего вот это синяя, вот это бежевый и вот такой коралловый. Вот такой синий, я неправильно его называла синим, это скорее фиолетовый. Вот посмотрите на мой макияж, видите вот это вот фиолетовое пятно? Это он. Да, почему-то он кажется синим, но он очень красивый фиолетовый. Он хорошо наносится, совершенно беспроблемно. Он немного рыхленький и может осыпаться. Для этого вы просто сначала встряхиваете кисть, а потом уже прикладывающими движениями наносите этот оттенок на веко. И посмотрите, какой он прекрасный. Это какой-то оттенок, знаете, какой-то фиалковый, лавандово-фиолетовый. Также очень понравилась вот эта светлая сияшка, она очень яркая, она потрясающе наносится, что пальцем, что кистью. Она тоже достаточно рыхленькая, но она практически не осыпается и она дает вау-эффект. Вот на первые трети внутреннего века она у меня нанесена и, по-моему, она очень красивая. Она действительно классно зеркалит и классно выглядит. Светлая сияшка, вот эта тоже симпатичная, просто светлая сияшка, не будем о ней говорить. И последний оттенок, о котором я хотела поговорить подробно, это вот такой вот коралл. Этот коралл отличается по формуле от других сияшек. Он не рыхлый и он не так хорошо набирается. Но его можно набрать что пальцем, что кистью, проблем не возникает. Просто он чуть послабее передается. Но посмотрите, какой он красивый. Этот коралл нанесен сейчас у меня между фиолетовым и между светлой сияшкой. И посмотрите, как органично он там смотрится. Я бы в жизни не додумалась, на самом деле, что эти цвета можно сочетать, если бы здесь не было этого оттенка. По-моему, очень классно выходит. Он даже здесь каким-то розоватым немного выглядит. В общем, на самом деле, сочетание цветов просто бомба. Можно делать фиолетовые макияжи, можно делать розовые, можно делать повседневные. В общем, как мне кажется, с данной палеткой есть очень большая вариативность макияжей. И она действительно оказалась очень и очень крутой. Подводки. Подводок у меня здесь две штуки. Первая подводка вот такая Velvet Noir. И вторая подводка Cabaret Premier. Со второй подводкой Cabaret Premier я уже много раз имела дело. У меня мама постоянно покупает эту подводку. И я несколько раз у нее для своих целей ее воровала и пробовала. Здесь у нас внутри находится фетр. Это не кисточка. И подводка на самом деле дает очень тонкие, хорошие линии. Подводка очень-очень жидкая, должна признаться сразу. И меня это немножечко смущает. То есть, когда я хочу вытянуть очень тоненький кончик стрелочки, это не всегда может выйти. Иногда она может... Иногда линия может быть немного корявой. Из-за того, что подводка настолько жидкая. Также, возможно, виноваты мои руки не очень прямые. Тоже вероятность такая немаленькая, скажем так. Но в целом подводка достаточно неплохая, если закрыть все глаза как раз-таки на ее супер-супер жидкую текстуру. Как только она застывает, стрелка становится очень матовой, очень красивой, очень черно-угольной, скажем так. И она держится весь день. Стрелка не расплывается, кончик ее не течет. В общем, на самом деле, крутая подводка, когда она застынет. Но если у вас жирная кожа век, то, наверное, как раз-таки с ее невероятно жидкой формулой вам будет трудновато. И вторая подводка, вот такая Velvet Noir, находится в очень интересной упаковке. Здесь сверху находится кисточка, что, кстати, очень удобно. И кисточка, кстати, очень даже неплохая. Именно ею я сегодня рисовала стрелки. И внутри находится сама подводка. Подводка очень специфическая. Она не такая кремовая, как мы привыкли. Она более густая. И за счет этого она понравится не всем. То есть она чуть-чуть похуже, наверное, скользит по коже, нежели вот такие подводки. Но при этом она дает очень интересный вельветовый финиш. Не зря она называется Velvet Noir. Действительно, какая-то бархатистая вельветовая стрелка выходит. Ее хочется разглядывать. Но из-за того, что сама текстура у этой подводки густоватая, можно... Но из-за того, что сама текстура у подводки густоватая, судя по отзывам, данная подводка может достаточно быстро засыхать. Поэтому, если уж вы ее купили, то используйте сразу и не откладывайте в дальний ящик. Теперь давайте поговорим про тушь для ресниц. У меня здесь две штуки. Первая это Vivienne Sabo Cabaret Premier, про которую мы все уже прекрасно знаем. И вторая это Femme Fatale. Тушь Femme Fatale вы у меня уже наверняка видели, и не раз я ее вместе с вами тестировала в одном видео. И эта тушь обещает нам эффект накладных ресниц с эпатажным объемом. Эпатажный объем явно забыли доложить, честно вам признаюсь, нету никакого суперского объема. Это, скажем так, вполне неплохая, вполне обычная тушь. Она удлиняет ресницы, действительно, этого у нее не отнимешь. Она их разделяет, она придает объем. Объем есть, просто он не эпатирующий. Вполне обычный объем. И также она подкручивает ресницы. Вполне неплохая тушь. Единственный ее минус, из-за которого я в свое время с ней не очень подружилась, это вероятность того, что она склеивает ресницы. И эта вероятность порой бывает очень даже немаленькая. Поэтому, если с ней перестараться, то можно получить паучью лапку, которую вы потом уже никак не исправите. В целом, тушь вполне неплохая, но она обычная. Не эпатирующий объем, просто обычная, неплохая повседневная тушь. И вторая тушь, это Кабаре Премье. У меня таких уже было штуки три или четыре. Причем была у меня такая тушь как в черном оттенке, так и в коричневом. И тот и другой оттенок мне очень нравились. Я их в свое время просто выкинула, потому что они закончились. Хорошая тушь с повседневным эффектом. Она немножечко удлиняет, она разделяет. Совсем маленький объем она дает, ну, небольшой. И чуть-чуть подкручивает. Скажем так, тушь идеальна для просто повседневных макияжей. И последнее, что мы должны обсудить перед тем, как перейдем к масштабной теме про губы, это гель для бровей. Вы уже много раз от меня видели гель для бровей Fixator в самой обычной формуле. Вот она вот такая. Как видите, вышла обновленная версия. Обновленная версия отличается, во-первых, объемом. Объем стал больше. Во-вторых, отличается упаковка. Вот, посмотрите, упаковка стала более симпатичной. В-третьих, отличается кисточка. У старой версии большая кисточка, которая очень многим не нравится. У новой версии маленькая и аккуратная кисточка. Лично мне, честно говоря, удобнее старая. Мне нравится эта большая щеточка, которая захватывает пол брови и сразу же все прочесывает. Мне не очень удобно вот такая маленькая. Но большинству людей все же данная кисточка оказалась удобнее. Также поговаривают, что у этой обновленной версии сильнее фиксация. Ничего по этому поводу сказать не могу. Мне кажется, то, что фиксация какая была, такая и осталась. Честно, положу руку на сердце. Кто-то говорит, что видит более мощную фиксацию. Ну, я такого не заметила. И последний плюс у обновленной версии здесь появился ограничитель. Ограничитель, в общем-то, того, что вы достаете и сколько вы достаете. У меня с некоторыми экземплярами в старой версии есть очень нехорошие моменты, когда достается очень много средства, оно остается на кисточке и оно, откровенно говоря, выходит за крышечку. И потом здесь вот ты закрываешь и оно все такое... И потом ты стоишь и оттираешь этот колпачок. А если ты его не ототрешь, то мало того, что оно засохнет, как у меня вот здесь, так оно еще и может испачкать вам что-то в косметичке. В общем, очень классно, что здесь появился наконец-то ограничитель, нид-дозатор. Обновленная версия, скажем так, интереснее, но лично меня вполне устраивает и старая. Вы выбираете уже, соответственно, из того, что вам удобнее и какие у вас приоритеты. Ну что ж, и теперь давайте перейдем к губам. Для губ у меня здесь очень много средств, у меня множество карандашей, у меня несколько блесков, масла, и также у меня здесь бальзамы и вот такая маска. Давайте начнем с маски, с ней все проще всего. Вот такая маска, это, скажем так, некий аналог, как говорят, маски для губ от бренда Laneige. это не совсем, я бы сказала, аналог, я не пробовала эту маску, признаюсь честно, поэтому не буду говорить, насколько они между собой похожи, я лично от себя могу сказать, то, что эта маска, она действительно помогает восстановить губы, если они у вас сухие, вы наносите буквально на полчасика или на часик, смываете эту маску, и губы уже становятся более мягкие, более наполненные, а какие-то сухие элементы на ваших губах размягчаются и становятся очень даже мягкими. Можно поверх всего этого дела уже наносить и карандаш, и матовую помаду, и все остальное. Но лично меня здесь смущает достаточно яркий запах и небольшой химический вкус. Вот если бы не это, я бы сказала то, что маска огонь. Но лично меня все-таки вкус смущает, и поэтому я предпочитаю не очень часто обращаться к данной маске. Дальше давайте поговорим про масло. У меня здесь два вот таких варианта, оттенок 0.1 и 0.3. Очень красивое оформление, это прям-таки выглядит как какие-то конфетки, боже мой, очень классно. А здесь хоть и кажется, что они такого яркого цвета, на самом деле это просто полупрозрачное масло. Не беспокойтесь ни за фиолетовый, ни за ярко-розовый оттенок. Здесь вот такая большая кисточка, аппликатор, лапка, лапка верблюда, копытца, можно даже, так сказать, перебрала просто все, что могла. В общем, здесь вот такое копытце, такой аппликатор, и масло, и масло абсолютно прозрачное. Очень приятный запах у этого масла. Питательные свойства здесь, скажем так, средненькие, хватает этого масла часа на два. Лично я такое масло люблю наносить перед тем, как я перехожу к макияжу губ, то есть, чтобы их изначально немножечко увлажнить, либо же по вечерам, когда ходишь по дому и хочется что-то намазать, чтобы губы были более напитанные и чувствовали себя комфортнее. Следующие два блеска, которые тоже хочу обсудить, это Le Grand Volume. Я уже много раз вам рассказывала про эти блески, примерно столько же, сколько я рассказываю про шака-шака, я вам рассказываю и про эти блески. У меня здесь два оттенка, это 0,4 вот такой вот и 0,6 пятая. Также у меня еще есть оттенок, по-моему, называется Инжир, он уже коричневого цвета, он где-то лежит у меня в сумке, честно, не буду даже за ним идти. Очень классные блески, как мне нравился тот оттенок, который называется Инжир, также мне нравятся и эти. Здесь действительно есть оттенок, здесь уже нужно выбирать по тому цвету, который вам нравится, все остальное абсолютно одинаковое. Очень приятный, везде конфетный запах, пахнет какими-то карамельками, вот такие яркие, интересные цвета, глянцевый, как видите, финиш, и губы на самом деле с этими блесками выглядят очень красиво, губам комфортно, блески не липкие, они приятно пахнут, губы не склеиваются, волосы тоже не приклеиваются к губам, и также они держатся, ну, держатся они средненько, тоже в районе двух-трех часов они точно держатся, потом уже все-таки лучше подобновить. Очень симпатичные, бюджетные блески, лично я их очень и очень люблю. И последнее, что нам нужно обсудить, это два бальзама для губ, к которым я перейду чуть-чуть попозже, и карандаши. Карандаши для губ у меня тут пять штук, и карандаши идут в разных формулах. Первый это вот такие вот самые стандартные, самые знаменитые карандаши, механические, вот в таком деревянном оформлении. У меня это оттенки 102 и 104. Очень простые, хорошие, максимально бюджетные карандаши, в очень нюдовой цветовой гамме, и подойдут они на самом деле практически всем. Если вы ищете что-то максимально простое, максимально бюджетное, максимально нюдовое, то вот они карандаши. Я лично небольшой фанат наносить карандаши в качестве помады, потому что мне практически все карандаши сушат, это мое личное восприятие карандашей, и поэтому лично мне чуть-чуть все-таки побольше понравилась формула вот этих карандашей, потому что они более кремовые, нежели вот эти механические. эти карандаши уже как раз таки не механические, они автоматические, и как же они называются, тоже Le Grand Volume серия. У меня три оттенка, оттенок 03, оттенок 04 и оттенок 01. Эти карандаши, как я уже сказала, достаточно кремовые, у них очень нежная формула, которая буквально сама перепрыгивает к вам на губы. Очень красивые оттенки, есть яркие, есть повседневные, есть нюдовые, мой любимый, это вот такой вот оттенок 01. Вот он у меня сейчас на руке, он самый светлый, самый нюдовый, самый простой, и подойдет под большую часть моих помад, и под розовый, и под рыжий, и под какие-то нюдовые, в общем, везде, где можно, его можно всунуть, также он подходит хорошо под бальзамы, под блески, в общем, самый универсальный карандаш, который только можно придумать. И сегодня я тоже его наносила на губы. И, собственно, поверх этого карандаша я наносила еще вот такой бальзам. Это Color Lip Balm называется средство, и у меня два оттенка, 06 и 05. Оттенок 05, более темный, не пугайтесь, вот такого яркого-яркого оттенка. На самом деле эта помада, бальзам, извиняюсь, это бальзам, он все-таки не настолько яркий, как видите, у него чуть поменьше пигментация, потому что это действительно не помада, это именно текстура бальзама. Они полупрозрачные и они увлажняющие. Вот он здесь даже немного успел у меня начать плавиться, потому что в комнате, как я уже говорила, безумно жарко. И мой любимый оттенок, это вот этот оттенок 06. Я его люблю за то, что он максимально простой, он спокойный, посмотрите, такой благородненький, нежно-розовый цвет, какой-то даже немного нюдовый, в общем, просто максимально классный бальзам. Он дает цвет, посмотрите, какие притягательные, симпатичные губы, действительно дает цвет, действительно дает увлажнение, держится не весь день, как и любой, в общем-то, бальзам, мы не ожидаем от бальзама того, что он будет держаться весь день, это просто обычный, хороший бальзам. Кстати, еще приятно пахнет. Вот сегодня я наносила этот бальзам поверх карандаша и, по-моему, выглядит очень и очень классно. Можно использовать без карандаша, тоже смотрится очень хорошо, можно использовать с карандашом и так, и так, очень даже классно, потрясающий бальзам. Ну что ж, это все, что я хотела вам показать, все, о чем я хотела поговорить. Пишите в комментариях, пробовали ли вы эти средства, понравились они вам или, быть может, не понравились, может, ваше мнение вообще отличается от моего, пишите это обязательно в комментариях. Я думаю, это будет интересно почитать каждому, кто туда зайдет и кто сомневается брать то или иное средство или не брать. Все мы разные и косметика нам подходит разная. Это абсолютно нормально. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно было вам полезным и интересным. Ставьте лайк, если это так. Подписывайтесь на канал и всем пока-пока. До свидания. До свидания. До свидания.